Владимир, а как вы относитесь к Тони Робинсу? Вы слышали про него? Ну, смотрите, я, как я уже говорил, в принципе, к институту коопчинга я отношусь сам, сам отношусь немножечко скептически. Вот, но я им готов хлопать в ладоши, если они могут человека вывести из состояния полного тупика и зажечь драйвом. Просто я уже человек как бы не молодой, я много на своем веку повидал разных людей и разных выпусков разных таких школ, не в качестве преподавателя, а в качестве клиентов. Я вот сходил кочек, глаза горят, все очень здорово, но батарейки хватает ненадолго. И самое важное просто в этот момент, вот там условно батарейки горят две недели, условно, ты начинаешь крутить педали, а потом понимаешь, что все равно ты пока крутишь никуда. Вот часто всего, чаще всего бывает, и там наступает еще больше тупик, тебе нужна опять попитка вот этих же, собственно, людей. Приходишь к угаранию, я не настаиваю на своей позиции. Просто я почему в ней его, так скажем так, погружен, потому что я как раз занимаюсь в основном сейчас, у меня немножко трансформация происходит там последние несколько лет. Кстати, тоже я сегодня книжку написал, сегодня тоже последнюю букву поставил, отослал почитать. Да, который как раз про самоопределение, про приоднозначение, про самореализацию. Ну, короче, вот это все опять, вот это опять инфомошенничество, да, как будто бы. Но просто я немножко устал в маркетинге, как я все время настаиваю, что продукт, если ты не прешься от того, что ты делаешь, это не будет работать. Нужно перец тогда и создавать качественный продукт. Я как раз вот с нейрофизиологией, с психологией все это как бы связал, перемешал. И вот как раз вот эти вот две недели, пока человек не сгорел, ему нужно нарваться на то, чтобы понять, собственно, что ты хочешь. Что ты хочешь и что тебе надо. Мы с вами говорили, по-моему, о том, что я к целеполаганию отношусь тоже очень так. Да, 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 в прошлом году мы обсуждали. Правила, как правило, цели какие-то странные там себе люди ставят. И вот вся эта бодрость, давай, давай, она меня, понятно, что это все утрировано, безусловно, в то, что я сейчас говорю, она меня немножко смущает. И, возвращаясь к Тони Робинсу, ну, вот когда спросишь у людей, что ты знаешь про него, первые какие-то вещи, ну, то есть, когда ты, вернее, пытаешься о нем что-то узнать. Ну, во-первых, это здоровенный мужик, ну, по каким-то там меркам, наверное, красивый, очень бодрый. Понятно, что он офигительно оратор. Что дальше? А, у него какие-то известные люди, у него, собственно, заряжаются вот эта энергия. Ну, понятно, у этих людей, которые у него заряжаются энергии, в принципе, потратить там лишнее, там, я не знаю сколько, 50 тысяч долларов, наверное, не проблема. Ну, потому что подбодриться как бы надо. Ну, типа, что ты сидишь? Ну, условно, я сейчас даже говорю, я стебусь немножко, да. Да-да-да. Что ты сидишь, давай, давай, бодрись. Я смотрел его одно выступление, которое в интернете тоже есть. Может, я что-то не понимаю, то есть, его почему-то коучем называют в основном, но он же на самом деле не про будущее, а про прошлое. Он сразу же начинает отсылать человека в детство и работает как психолог, как обычный психолог. Ну, тут долго про это говорить. Я была у него на трех программах. Я, во-первых, прилетала специально в Россию. И вот то, что интересно, я прилетала в Россию года три тому назад, по-моему, первого сентября у него на стадионе Олимпийском. Он выступал, где-то, программа четыре часа. Он, конечно, был потрясающим, но что получили зрители, я не знаю, то есть, я ничего особенного не получила. Но тут же я загорелась тем, что хочу к нему ехать на следующую программу. И через несколько месяцев я поехала к нему на программу расстройства в Лондоне. И там уже, вот вы знаете, просто на третий день этой программы и на четвертый день уже такое желание, хочу еще программу, хочу все его программы пройти. И тут я понимаю, что, кстати, вот то, что он делает, он говорит по поводу того, что меняем свое состояние. Каждые полчаса прыгаешь, кричишь, say yes, танцуешь. И в таком состоянии, ну, я не знаю, видоизменен или нет, но типа многие же называют это такая самая дорогая дискотека в мире. Ну, типа там дискотеки, да, вот танцуешь периодически, настроение прекрасное, состояние прекрасное. И тогда уже вообще прописываешь себе там цели. И одна из целей, которую практически все себе прописывают, поехать на следующую программу Тони Робинса. И вот эта следующая программа, она уже стоит в разы больше, чем данная программа. Вы знаете, и Владимир, в прошлом летом я специально оплатила программу Тони Робинса виртуальную и пригласила свою дочь. И одну ее подругу мы втроем здесь в моей квартире прыгали, скакали. И было очень классно. Четыре дня мы классно провели. Ну, я прекрасно вижу вот эти вот маркетинговские штучки. Прекрасно вижу, да, показать человека, который вообще был нищим и вдруг стал там миллиардером. Или там человеку, у которого что-то было со здоровьем, но благодаря Тони Робинсу там одно, второе, третье. То есть такие классные примеры, которые на каждую программу почти одни и те же люди прилетают. Или там зумы подсоединяются. И уже так многие люди понимают, что да, я тоже такой же хочу. И я загорелась в прошлом летом. Ну, слава богу, у меня денег не было. Ну, просто я говорю, я загорелась, я думаю, хочу пройти в него программу по бизнесу. Мне бизнес не нужен. Я вот с сегодняшнего дня получила профессорское назначение в своем университете. Так что, можете меня поздравить. Поздравить. Спасибо, спасибо. У меня вышло, несколько дней там назад вышла моя девятнадцатая книга. И написала там огромное количество публикаций, там у меня есть и так далее. То есть я не хочу менять свою работу. Я заканчивала университет практической психологии. На самом деле просто, ну, мне было интересно. Мне было интересно. И у меня тут же возникла идея летом. Хочу бизнес, хочу, кто не Робинсон, эту программу. Прямо так и хотелось заплатить. И через день я после этого написала своим знакомым бизнесменам. Говорю, ребята, давайте скинемся, давайте соберемся, человек 6-10, тогда это будет дешево. Но слава богу, никто на это положительно не отреагировал. И через два дня уже я поняла, что мне это не нужно. То есть это на самом деле, это не была, это не моя поддержка. Ну вот смотрите, какая штука. Где здесь маркетинг, где здесь не маркетинг. И это очень важно понимать. Это как раз с одной стороны хорошо, с другой стороны плохо. Можно ли назвать Тони Робинса мошенником? Я бы не взяла. Мне кажется, он просто потрясающий. То есть он уникальный в своем. Да, ну не знаю, я не на ваке, да, он уникальный. Хорошо, я точно совершенно с вами согласен. Но у меня язык не повернется, назвать его мошенником. Ну и в конце концов, где я и где он. Вот поэтому тут, соответственно, он у нас не мошенник. Человек помогает, мотивирует ставить правильные цели. А люди ставят цели. Не реализовываться, ну, вернее, реализовываться как бы да, но ставить цель, которая ему уже не нужна, но он просто хочет вернуться в ту атмосферу. Да, 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 потому что это эйфория, чувство такой эйфории. Так, смотрите. Редко где используется. Это означает, что качество его обучения фиговое. А, конечно. Потому что цели ты ставишь неверные. Да, да. Вот, с другой стороны, когда, вот опять же, возвращаясь к первому вопросу, что нужно сделать? А нужно делать именно это. Потому что человек, ввиду отсутствия там действительно каких-то базовых знаний нейрофизиологии, там, я не знаю, как работает реально мозг. Причем, да, мне больше всего как раз пугает, как людей, разные люди сейчас все рассказывают про мозг. И я представляю, что у них бедных творится в этих плетях. Вот. Люди не всегда правильно могут понимать, что они хотят. То есть, вот у меня есть одна передача, я там записывал тоже сам, что не хочу, знаю, чего не хочу, чего хочу, не знаю. То есть, это вот очень частое состояние, когда обращаются люди к таким специалистам. И на самом деле на них строится весь рынок вот этих вот условно инфомошенников в том числе. Но еще раз говорю, я не называю скорее даже мошенниками, особенно там таких крутых людей. Потому что люди на самом деле, они идут туда не учиться. То есть, они идут как бы с рациональными знаниями. А подсознание им на самом деле говорит, просто ты не знаешь, что делать. Ты находишься в подвешенном каком-то состоянии. Тебе нужна какая-то почва под ногами. Ты за этой почвой туда идешь. И он ее дает идеально. Ну, то есть, ты приобретаешь, да, я понял, я вот, я понимаю, куда приложить там, не знаю, свои силы, вернее, как. Причем, если я правильно понимаю, я к нему не записывался ни разу, он не определяет эти цели и не помогает их определить. Но он тебя зажигает, что ты должен определить ее. Я просто как раз работаю со своими, мы пытаемся определить конкретно, куда мы пытаемся прийти. То есть, мы не всегда можем это определить, но просто надо определить цель, вот мне это непонятно. Но я понимаю, что людям это нужно. И они к этим приходят, и именно это он продает. То есть, его продукт, это не уверенность в завтрашнем дне, но пожизненно. Это приобретение, ну, хотя бы, когда ты находишься в болоте, когда ты выгоревший, он дает тебе ресурс, ну, вот эти вот две недели, которые он тебя зажег, ресурс, что ты понимаешь, что ты стоишь на ногах уверенно. Ты приобретаешь уверенность в себе. И вот просто потом это пропадает, потому что за этим ничего дальше нет, как мне кажется. Я, возможно, ошибаюсь, и он мне даст в репу вот этой твоей кувалдой здоровой. Но, тем не менее, и люди возвращаются к нему, да, за этим, потому что они приобретают друзей, приобретают вот эту атмосферу единения, приобретают теплоту, приобретают, что тебя слушают. Вот это вся история. И на самом деле, любой бизнес, любой, он должен продавать именно это. Любая кофейня, любой салон красоты, любой фитнес-тренер, любой психолог, любой коуч, любой инфомошенник или так далее, он продает атмосферу. И эта атмосфера, она связана с конкретно целевой аудиторией. Ну, то есть нельзя всем одинаково продать. То есть Тони Робинса мне продать нельзя. И ему бы на меня, в принципе, плевать. И правильно делает. Вот, а другому человеку такой подходит. А третьему человеку нужно что-то совершенно другое, но все равно он продает атмосферу. Атмосферу, то есть ты приходишь, приобретая пылесос, ты покупаешь, на самом деле, ощущение. То есть когда ты, у тебя есть ожидание, как этот пылесос тебе все попылесосит, как у тебя он не будет ломаться, какое у тебя будет прекрасное настроение, какая у тебя будет чистая квартира, какой он красивенький будет стоять у меня там. То есть мы, на самом деле, это не, как потребитель, не идентифицируем, не выделяем. Но в конечном итоге продается вот это. И что нужно, опять же, когда мы прорабатываем платформу бренда, мы говорим, а какой ты, какую ты атмосферу можешь дать. Вот ты можешь дать драйв обучения всему, всегда, и как это вообще интересно, процесс обучения. Найти своих, то, что называется, людей, которые стесняются бесконечно учиться, там, я не знаю, чему-то, или не понимают смысл. А он говорит, ты что, это просто круто. И человек расслабляется. Он нашел своего человека, который позволит ему расслабиться и получать знания, не стесняясь, условно, и так далее. Но для этого нужно понять.